Что такое настоящий мед, как правильно его выбирать и вводить в рацион? Найти ответы на эти вопросы наша съемочная группа решила в Брестском пчелопитомнике. Расположен он в деревне Малой Радваничи. Предприятие не один десяток лет занимается разведением пчел. Сегодня здесь живет 913 семей этих производителей сладкого лакомства. Разводим мы пчелу карпатка, порода карпатка, преимущественно. Дело в том, что у нас изначально была среднерусская порода пчел. Она была, единственный ее недостаток, что она была более злобливая. То карпатка, пчела очень миролюбивая, она практически не вызывает никакой агрессии. Активно, хорошо зимует, хорошо переносит болезни. И может заниматься любой человек без всяких вопросов, только нужны знания для того, чтобы заниматься этой породой пчел. На дворе осень у пчел-тружеников, период отдыха. К слову, в спячку, в классическом понимании этого слова, насекомые не впадают. Просто деятельность становится менее активной. Как и большинство живых существ, пчелы предпочитают пережидать осенне-зимнюю непогоду в укрытии. Между тем, для сотрудников питомника этот период – время ответственное. В этот период необходимо подкормить, подготовить пчелину и семью к зиме. Так как должна быть в первую очередь в зиму идти молодая, хорошая, зрелая матка, в первую очередь. Должна нарастить массу здоровой, молодой пчелы. Вовремя подкормить. Это мы всегда, вот этот процесс, до конца сентября мы должны уже закончить. Всякую подкормку, потому что идет очень большой износ пчелы. Свой отдых пчелы заработали честно. В 2017-м предприятие заготовило порядка одной тонны 400 килограмм сладкого лакомства. А это значит, что без ложки меда к чаю, пирогу или блинам жители Брестского региона точно не останутся. Сегодня, к слову, самое время пополнять медовые запасы. Сделать это можно, обратившись напрямую в пчелопитомник. Контактный телефон 93-11-53. Поставляют производители продукцию и в торговую сеть. Также активно участвуют в сельскохозяйственных ярмарках. Последние стартовали 30 сентября и продлятся по субботам весь октябрь. Мед Брестского пчелопитомника можно найти на площадке за ЦУМом, а также около здания Белгосстраха. Они активно покупают мед, много спрашивают, интересуются о свойствах меда, о качестве. У вас наверняка есть постоянная покупатель? Да, конечно. Как в любом предприятии, много лет приезжают, покупают, на ярмарке к нам приходят. Постоянно покупать. Что они говорят? Почему вы берете именно ваше мед? Ну, устраивает цена и качество. В основном качество, говорят, очень хороший мед. Мед – сладкий помощник организма. Он обладает лечебными, антибактериальными, диетическими, общеукрепляющими противовоспалительными свойствами, повышает энергетический уровень. Вместе с тем ложка меда вечером способна решить проблемы со сном. К слову, придется к столу и по душе он и тем, кто мечтает о стройной фигуре, но не готов отказаться от сладкого. Одним словом, мед – продукт уникальный и совсем неудивительно, что многие жители и гости областного центра Брещена знают об этом не понаслышке. Мед я предпочитаю лесной, луговой и гречишный. Они очень насыщенные, вот очень такие концентрированные, насыщенные, ароматные. Скажи, пожалуйста, ты ешь мед? Да. А тебе он нравится? Да. Чем нравится? С хлебом. А чем он тебе нравится? Почему ты ешь мед? Он какой? Вкусный. Даже подводным пловцам давали мед, потому что он придает силы и укрепляет иммунитет, и выносливость повышает человека. Считаем, что лучше кушать мед, чем конфеты или варенье. Это гораздо полезнее. Мед с грецкими орехами очень полезен. Поэтому мы и детям, и внукам и сами всегда рекомендуем и кушаем мед. Во все времена, во все года мы всегда человеку можем разъяснить, как и относиться к пчел, как с ними обращаться, как приобрести правильный мед целебный. По полезности все меда хороши, но так как в человека присутствуют вкусовые рецепторы, и каждый человек только может индивидуально подобрать себе мед. Но мед, естественно, в продажу в магазины, как и в нас на пчелопитомнике, мед не может быть некачественный. Потому что, если мед некачественный, он, естественно, начинает бродить, закисает и в пищу непригоден. Но необходимо создавать условия хранения меда. Он должен быть герметично закрыт и при нормальной такой температуре хранится.